так ну что дамы и господа всем привет выпал немножко из режима съемок и забоем и приболел тут чуть-чуть так чтобы я хотел вам рассказать касаемо авито касаемо продаж на авито что там можно делать нужно делать обязательно и что там не требуется делать момент 1 касаемо продаж за два месяца продаж у нас получилось прибыль порядка 55 тысяч рублей конкретно прибыль то есть это с учетом закупа и прочей ерунды ну вот что там не рекомендуется делать да это отправлять без отправлять посылку отправлять вещь без так скажем размеров для клиента до обязательно эти размеры указывать в объявлении у меня до этого руки постоянно не доходят брать вещь потому что там стоит несколько мешков вещей как бы все фотографии есть на телефоне и постоянно доставать эту вещь и производить замеры да ну достаточно проблематично поэтому я все это делаю по факту конкретно по факту да то есть человек если сразу заказывать без так скажем оповещение меня вещи то есть просто тупо заказывает да я списываю с ним даю ему непосредственно замеры и соответственно если ему все подходит то вещи так скажем едет клиенту вот чтобы я рекомендовал делать в обязательном порядке для людей которые продают все таки вещи на авито это обязательно сделать бесплатную доставку бесплатную доставку и лучше всего это так скажем внести в стоимость внести в стоимость да это блин принцип алиэкспресса вот по себе могу сказать и потом буквально 10-15 знакомых с кем я разговаривал на эту тему да то есть люди которые покупают на алиэкспрессе они охотнее понимаю покупают вещь когда стоимость доставки уже входит в ценник вещи блин это психология видимо что ты платишь один раз да они платишь два раза за вещь и непосредственно доставку это блин психология похоже вот потому что ну все без исключения в основе своей заказывают именно вот когда ты просто заплатил там 200 рублей до за вечно алиэкспрессе нежели ты заплатил 150 и 50 до вроде бы то же самое но вот именно плата двойная да она играет свою роль и здесь объявление с бесплатной доставкой они даже активнее продвигаются самой непосредственно площадкой вот что еще что еще объявления которые часто показываются то есть пользуются большим спросом что я делаю это может быть это моя конечно придумка но как показывает практика это очень хорошо работает то есть объявление у вас продалось допустим да то есть вы отправили товар то есть авито доставкой допустим когда у вас уже товар едет вы в принципе можете потому что у вас товар еще висит вы можете этот товар карточку товара поменять то есть поменять описание поменять фотографию и выставить ее ну оставить ее дальше и если в объявлении объявление пользуются спросом то есть у него хорошая просмотренность у него большое количество там лайков да там добавлений и так далее любая вещь практически любая вещь она также будет пользоваться спросом то есть если вы поменяли фотографию то есть объявление само она также будет пользоваться спросом вот не знаю правда это или нет но на моей практике это работает вот как-то так что еще что еще что еще не знаю наверное еще один такой немаловажный момент если у вас большое количество товара авито но дает только так скажем мало-мальское количество объявлений бесплатных да то есть там 20 объявлений буквально за все остальные платить приходится по моему 70 чем-то рублей если там больше объявлений соответственно меньше платить приходится вот также есть стоимость за просмотры единственный момент который меня не устроило видно авито это то есть если допустим я какое-то объявление конкретно хочу продвигать на просмотр это ты автоматически если ты одно объявление запустил плату за просмотры, то ты автоматически все объявления запускаешь за просмотры. То есть, условно говоря, один просмотр там стоит сколько-то там копеек. Но если у вас 20 объявлений, и каждое объявление в день там просматривается по 10 раз, да, то есть это уже, блин, 200 раз, и каждый день платить за вот это вот, ну, такая себе ерунда. Поэтому я решил все-таки, вот как я ранее говорил, делать вот таким вот образом. Не продвигать за деньги ни в коем случае, а сделать именно бесплатную доставку. Стоимость уже внесена в тело стоимости товара. Вот. И ни в коем случае я не покупаю, ну, объявление. То есть, я не плачу деньги за больше объявлений. То есть, вот у меня вот есть бесплатное объявление. Все. Вот как-то так. Вот как-то так. То есть, у меня вот тут недели 3, наверное, или 4, прям бум был. То есть, там, каждый день, через день идут заказы, заказы, заказы. Сейчас вот последние 2 дня немножко тишина. Немножко все это подуспокоилось. Да, видимо, Авито видит, что товар прет, а объявления больше не делаются. Опять же, была ситуация, когда Авито мне просто не давал поменять объявление, то есть, отредактировать, да, чтобы я туда воткнул новые фотографии. Но, как бы, это происходит на следующий день. То есть, на следующий день все хорошо, все замечательно. То есть, Авито, как бы, ну, начинает пропускать. Ну, вот, сегодня вот заказали еще один товарчик. Вот. Так что, как-то так. Вот такие вот наблюдения, вот такие вот моменты. На Авито, касаемо продажи товаров, зарабатывать можно. И зарабатывать можно достаточно неплохо. Касаемо больших объемов, я пока не берусь говорить, да. Ну, то есть, у меня вот два аккаунта, на каждом из аккаунтов по 20 товаров. Вот. Ну, и стабильно, как бы, периодически они распродаются, и я карточку меняю. Вот такие вот наблюдения, вот такие вот моментики, вот такие вот нюансики. Вот. Так что, всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok